Привет, друг! С тобой Эван. Нежданно-негаданно на смотре Rage добавили новые обновления 1.4.1. Это, конечно, маленькое обновление, но сегодня мы с вами его посмотрим. Так что присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. А для новичков хотел сказать, что на этом сервере у меня есть свой личный промокод EVAN. Вводи его большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Сдавай на права и работай на свою мечту. А теперь по классике мы пройдемся по чинжлогу. Чинжлог это маленькое, потому что это маленькое обновление. Что же все-таки изменилось? Изменена структура 2.4.7, возле которого мы стоим. Добавлена система моторного масла для личного авто. Добавлена система топливных присадок в масло. От присадок в масло зависит ресурс масла до замены. От присадок в топливо также зависит расход топлива. Если не менять масло, то максимальная скорость транспорта врезается в два раза. При замене масла в инвентаре должны быть и фильтры, и фильтр воздушный, и масляный. Это все можно купить также в 24 на 7. Жаль, что он не на заправках, типа, чтобы на заправках открыть еще свой магазин. Ну ладно. Теперь игроков можно выкидывать из своего транспорта через меню взаимодействия Z вот здесь. Также пофиксили очень много оружия, добавили там новую систему каптов, надо записываться, готовность. Короче, это можете потом посмотреть. Также изменили шейдер дождя на более реалистичный, добавили кастомное ночное звездное небо. Вот. В принципе, и WC Challenge Lock и закончился. Блин, могли бы добавить хотя бы одну там тачку. Почему я все тачки запарковала? Потому что сейчас мы будем чекать, на которой масла вообще нет. И будем это, на нем именно его менять. Вот мы садимся в транспорт, и справа у нас выскакивает такая вот, как бы, закладочка обслуживания на M. 4 тысячи километров. Лукойл, это, так понимаю, еще разные масла какое-то существует. Ну, по идее, сейчас масло везде все одинаковое, да? То есть, 4 тысячи километров это нормально для масла. Смотрюшники решили, что километра шизи накрутить на GTA 5. Можно и масло, бля, по 4 тысячи. Да, короче, на грузаке у нас меньше всего масла. Ну, как бы, заходим. Надеюсь, там никто у нас ничего не угонит. Магазины сейчас, походу, бешеные цены вообще будут. Моторные масла. Сколько? Лукойл. А, то есть, они даже решили залить самое хреновое на масло. Лукойл, да? Зашибись. Масло, окей. Фильтра. 14-16. Угу. То есть, набор 57 тысяч. Або. Или, или 99. Угу. То есть, тебе еще надо будет вкидываться. Теперь, пацаны, я чувствую, работа просто развозчика вот этого всего товара. Это пипец как невыгодно. Потому что масло меняй. Заправляй. Штрафы оплати. Это бред. Короче, покупаем на 57 тысяч, да? Теперь у нас здесь все по алфавиту, в принципе. Но больше нам ничего не нужно. 57 тысяч. Ну, а собственно, а как этим пользоваться? Может, есть такая замена? Да, а, во, добавить присадки. Крузак, высадить, заменить масло. Стоп. А я же купил только фильтра и масло, да? А присадки это отдельно? Стой. Так. Присадки. А, еще есть присадки, бля. Ну, актив плюс, я думаю, самое то. 16 тысяч. Офигеть. А сколько мне там накатано на грузаке? Ну, 5 километров. Можно масло менять, ошибись. Премиальная присадка в масло с ресурсом 500 км. Уличает ресурс масла вдвое. Значит, в каждого масла есть свой километраж. Все, пацаны, я уже думал, это чисто выкачка денег, типа, все масло по 4000 км, просто которое какое-то дешевле, какое-то дороже. Получается, разное масло на разное количество километров. Угу. Теперь есть смысл покупать супротек, самый дорогой, покупать самую дорогую присадку. И тогда, по идее, 9 тысяч. И еще там писалось, что ресурс в два раза должно увеличиваться, да? Окей, давайте еще купим, посмотрим. В ролл стреляем, потому что на роллс я катаю. Так, магазин. Присадка, самая дорогая, давай. Ой, масло, давай, тоже самое дорогое. И фильтра. То есть 135 тысяч рублей. Z, высадить, заменить масло, самое дешевое. Вы бы сложили, дает он от грузии, заменил маслом от лукоил. И все? Окей, давай тогда присадку добавим, самую дешевую. 500 км, присадка, 4000 км, масло, окей. Я надеюсь, я хотя бы то использовал. Было бы прикольно, если я там подъехал, открыл капот, залил масло, там что-то нажал. Так, у нас есть супротек, апрахим, сжата, присадка, фильтры, супротек, окей. И как это там, Z. Заменить масло. Давай самое дорогое. 9 тысяч километров все заменил. Добавить присадочку. А, она уменьшает расход топлива, я затупил, пацаны, извиняюсь. По идее, я уже все купил, да? Инвентарь можно посмотреть? Да, у меня больше ничего нет. Потратил только что, сколько там? 200 тысяч, да? Только в двух автомобилях помнят масло. Собственно, у нас присадки на тысячи километров. То есть, тысяча километров у нас будет уменьшенный расход топлива. И 9 тысяч километров на масло. Можно теперь сказать, что у перекупов появился еще один пункт. Раньше спрашивали, F-T не F-T, а сейчас F-T, масло менял, присадки добавлял. Еще, блин, я не знаю, скоро добавят этот толщиномер, чтобы смотреть количество окрасов и говорить там, а у тебя три раза окрашена тачка, а уже все, а шесть раз покрасил, там надо уже, все, капец. С одной стороны, пацаны, очень обидно, что смотря не прослушиваются к мнению игроков, потому что многие говорили, чтобы оставили ранги при уволнении, там, как я и предлагал в обновлении, сделать трудовую книжку в телефоне, на которой было написано бы, сколько ты отработал на работе, сколько заработал, сохранялся твой ранг, это типа трудовая книжка. Может там, если ты уволнялся, например, пришел опять на работу, то чтобы был бы не 10-й, там 9-й, хотя бы как-то так. Чтобы добавлять багажник в авто, потому что инвентарь максимально маленький, а сумок нету, на смотре. Также тачки, когда убирали, чтобы возвращали цену, именно госцену, как в МТА было. Они скоро будут все тачки менять, потому что они добавят свои именные рамки смотря рейдж. Почему нельзя было добавить просто тюнинг, а там дополнительное оборудование, добавить графу рамки, и там разные рамки добавить, я тоже смотрю рейдж рамку тоже. Ну, в принципе, на этом все, вот такой вот видос вышел. Поставьте лайкос, подпишитесь на канал, подбанките этот ролик продвинуть максимально в топ. Напишите в комментариях, как вам обновление, дичь с этими присадками, маслом или нет. С одной стороны, прикольно, а с другой стороны, вообще не очень. Зарплаты маленькие, а цены тупо большие, вот. Давайте уже мне добьем 2300 подписчиков, осталось совсем немного. 75% смотрит без подписки, нажми на эту красную кнопку подписаться. Будь как в дома, братан. Ну, с тобой был Эмни, желаю тебе хорошего дня, удачи и пока-пока.